За мной гонялись бывшие работодатели, так скажу в кавычках, компания «Человека Вагнар», Пригожин, его банда, ФСБ России, они там подключали уголовный розыск Российской Федерации, при Министерстве внутренних дел. Угрожала опасность, опасность в том, что я буду схваченный, то, что меня убьют, то, что пристрелят или еще хуже улутся. Перелез через два забора, я был в масхалате, в белом, перелез через два забора, прошел лесок, и только когда уже выходил, как я не знаю, залив это или озеро, что-то такое, короче, я вот когда выходил уже на лед, я услышал лай собаки, повернулся, смотрю, люди с фонариками где-то, ну, где-то на расстоянии, может, 150 метров бежали в мою сторону. Я развернулся в противоположную сторону, побежал вдоль леса, потом, ну, сначала хотел напрямую через лед, увидел, что там еще где-то местами вода есть, что не совсем застыла. Я вдоль леса побежал, думал, туда поближе, где уже, ну, более крепче лед. Услышал два выстрела, пули прям просвистели так рядом, я достал, сломал телефон, выкинул в лес, и развернулся, и прямо через лед побежал на свет, там, домой. Я опасаюсь мучительно умереть, очень сильно. А что делают, убивают, а как, ну, я для них говорящая голова, зачем это им надо? Я вообще, знаете, честно, я чудом считаю, что у меня все вот так вот получилось, у меня получилось выйти оттуда, у меня получилось несколько месяцев скрываться там, и у меня получилось именно приехать сюда, это, ну, вам не кажется, мне кажется чудом на самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok